Жалко, уголь кидать даже туда, дрова жалко кидать, потому что больше нечего. Вот сейчас кинем, вот вечером умрём от холода. Как ещё не замёрзли жители посёлка Малая Горка, и сами не знают. Хотя без последствий для здоровья жизнь на дровах не проходит. Если удастся избежать простуды, то полено может отскочить прямо в лицо. Всегда на готове и пожарные. Сейчас в другой дом зайдём, стоит буржуйка по два метра. И дровами топится, не дай бог, какое-нибудь огонь упадёт, и пожара в доме нет. Чтобы согреться хотя бы горячим чаем, селяне зовут друг друга на помощь. В одиночку Джамиле на кухне не управится. Соседи помогают наколоть дрова и принести уголь – единственные источники тепла в этом посёлке. В топку уходит практически вся пенсия и пособие на дочь инвалида. Постоянно ноги замерзают, надо постоянно тепло. Вот у нас даже печка электрическая, куличённая. Угол. Каждый год 4-5 тонн покупаем. Если 4, если зима чуть не хватает. Дровку покупаем. Нам надо газ. Без газа никак. Эта проблема общая на весь посёлок. На очередной сбор из Янтарного местного центра обещал прибыть глава поселения. После упорных звонков он всё-таки снимает трубку. Мы позвали, всё, посёлок телевидение уже приехал, нас снимает. Про газа. Приехавший навстречу глава сельского поселения Иван Лыктин утверждает, очередь на газификацию посёлка уже на подходе. По его словам, готовить проектно-смертную документацию начнут в этом году. Мы получаем ответы, что там есть расчёты, что по затратной части идут наименьшую, наибольшую. То есть, допустим, от 100 тысяч и выше затратная часть на каждого человека. Но мы пока попадаем, от нас отодвигают пока на второй план. Теплее от обещаний не становится. Жители не раз обращались к властям и к местным, и к федеральным. Однако уверены, что процесс снова затянется. В 2019 году обещали, что будет у вас проектование к посёлкам, между посёлками и всё это. И до сих пор ждём, нету ничего. Газификация – только вершина айсберга. В посёлке нет водопровода, нет почты и даже аптеки. А лекарства и таблеток у нас-то нету? А лекарства и таблетки нету. Надо в Мартинох уехать за 40 километров или за 20 километров. Или Орловке за 20 километров. А вот там Мартинох 80 рублей стоит билет. Жители посёлка Малая Горка, кажется, совсем отчаялись и уже не знают, куда ещё обращаться. Иллюстрирует картину жизни селян и местный клуб. Когда в помещении последний раз делали ремонт, не помнят даже старожилы. Это наши горы. Наши горы. Елена Баранникова, Андрей Коробко, Южный регион.Инфо.